Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня забрались на гору, которая называется Кобенцл. Добрый день! Добрый день! Вот Маня говорит. Собаки! Макс! Смотрите, какие красоты! Это вид на Вену с горы. Это по дороге на Калленберг. Вот мы тут на природе отдыхаем. Решили поделиться с вами приятной прогулкой. Посмотрите, какие там облака в горах. Вообще, конечно, просторы необыкновенные. Тропинка в лесу, в полях. Да, помните, как это? А чьи это поля? Маркиза, 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 Карабаса. Ну ладно, мы идем дальше. Будем вам показывать дальнейшие красоты. А там площадка? Ну, для Мани площадка с Максимчиком. А собачки будут у нас бегать часто. А все эти карабки вниз. Если Маня сейчас улетит, то улетит или кто? Сейчас они улетят вместе с мечом. Матя, мы идем, давай. Мам, баба! Пошли. Баба, ножка, нога! Топает малыш с сестренкой. Тропинка в лесу, к сожалению, запахла уже осенью. Но жара спала, стоит прекрасная погода. Очень приятная. Средняя температура. Сегодня, по-моему, 23 или 24, да? 23, да. Ну, красота! То, что надо для приятной прогулки. Аня, здесь осторожно, куда ровно сейчас будет. Выходим из зарослей. Вот, здесь есть указатель. Мы идем в такой райончик, называется Амхимель. Это значит, на небесах. Мы идем на небеса. Тут всякие хоригеры. То есть, рестораны австрийской национальной кухни. А там горы. Горы. Верблюд, знаешь? Дорога на небеса была не самая простая. Вот здесь, кстати, виноградники. Нет. Сейчас я постараюсь. Хотя здесь частное владение написано. Я просто, чтобы вам показать. Вот, смотрите, виноград везде созрел. Видите? Вот, просто сейчас покажу быстренько. Уже созревший виноград. Вот такое огромное количество. Но это все частное владение. Сюда заходить нельзя. Но я зашла быстренько сфотографировать для вас. Видите, сколько там винограда везде. Вот, смотрите. Прямо грозди винограда. Красота необыкновенная. Так, а мы возвращаемся на дорогу, которая ведет на небеса. В общем, мы дошли до небес. Здесь вот даже есть капелла, которая посвящена Сиси. Или ее капелла. Вообще, это частное владение. Здесь нельзя написано разводить костры, делать... Что тут гриль. Что тут у них еще? Какая-то комната, где можно слушать звуки. Звуки природы. Потом архитектор Октогон, который использовал в своей архитектуре. Ну, то есть, вот, деревья, кустарники. В общем, природные материалы. И, как бы, ну, создавал из них... Ну, не только как из материала он создавал такие какие-то свои архитектурные проекты. Но также просто использовал это именно в рисунках. Ну, то есть, в изображениях. Ну, и, конечно же, химельвайн. То есть, небесное вино. Которое сейчас у них они здесь делают сами. Виноградники вы видели. Вот. Вот такой это район. Видите, какой большой. То есть, это значит... Там написано Дербаум. Это значит дерево. И Дербальд это лес. Короче, тропинка в лесу запахла осенью. Вот. Ну, вон там уже мои. Там детская площадка большая. Здесь ресторанчик. Только я не вижу, открыт он или нет. А это детская площадка. Нерочка, тебе туда нельзя? Давай ты здесь джинджей постоишь. Вот. Да, вы постоите около коляски. Будете охранять. Вот смотрите, какая красивая детская площадка. Огромная. Очень интересная. Мама! Мама! А, ты в домике? В подвесном, да? Хорошо, не скажу. Будем прятаться. Там избушка на курьих ножках. Мама! 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 Ну, для детей, конечно, здорово. Что уж тут говорить. Красота. Скворечники какие-то. Ну, будем считать, что избушка на курьих ножках. Избушки. А вон там какая-то прям огромная. Туда надо залезть и спуститься с горки. Здорово. Это для детей стенка, чтобы обучаться лазить. Ну, вот так. Красивое место. Необыкновенная природа. Вот прям виды куинджи. Достойные кисти куинджи, скажем. А я сейчас приведу вас к виноградникам все-таки. Должны же мы их разъяснить. Ой, вот по дороге не могла пройти мимо. Это троянский олень. Туда можно залезать. Видите, там детишки залезают. Интересное какое сооружение. Я не думала, что туда можно залезать. Оказывается, троянский олень существует. Здесь написано, что у них завтраки здесь. Сейчас мы поближе подойдем. Я просто не могу отойти, потому что у меня собаки переворачивают коляску. Сейчас придет Аня. И мы пойдем дальше. Ну, вот. Короче, каждую субботу и воскресенье с 11 до 12.30 вы можете позавтракать. Амхимель. То есть на небесах. У них есть тоже вегетарианские и веганские блюда. Можно даже и заказать. Вот. А я иду к виноградникам. Ну, вот, смотрите. Здесь вот почему-то он засох. Здесь еще зеленый некоторый. Ну, поздние сорта, видимо, винограда. Ой, а вон там прямо. Ветки винограда с небес свисали. Как у нас пела, по-моему, в селые ребята, по-моему, группа была. С небес свисали ветки винограда. А небо какое синее-синее. Посмотрите, над нами. И вон самолетик летит. Ну, пошли. Так, Анечка уже там наверху. Престоранчик пошла. Вот это все виноградники. А, слушай, а это самое... Еще вино не появилось, да, к концу сентября первое, да? Да, у нас вино начинает появляться к концу сентября. Они делают... Как он называется? Сладкий штурм. Сначала идет штурм. Это как такое легкое... Вот это вот, когда идет брожение. Оно только-только бродит. И оно такое сладкое. Я очень люблю. И там оно такое газированное. Есть белый и красный. А? Почему? А, да. Никогда не забуду. Когда у нас был ресторан, мужик пришел с утра, австрийец, похмелиться. И говорит, вчера я был штурмирт. То есть это значит, что очень много штурма выпил. А еще это означает, ну да, что его снесло. Штурмом. Вот, вон, смотрите. Черный такой висит. Ну, много здесь у них, конечно. Много. Молодцы. Да. Кстати, очень приятно. Это стекляшка. Мы здесь были прошлым летом. И тут, кстати, приезжают многие и что-то попраздновать. И просто на экскурсии. Да. Ну, здесь дальше идет уже виноградники. Смотрите. Там вена у нас. А здесь, смотрите, тоже. Виноградников там уже есть. Что там? Я видела, да, конечно. Там есть поздние, они еще зеленые, а есть уже черные. Так, ну вот Аня говорит, пройди. Ну, вон, там зеленые. Здесь тоже зеленые. Ну, поздний виноград. Вот здесь вот. Поздние сорта. А может быть, это белый. Но все равно он зеленый. То есть, он еще не вызрел по-любому. Хотя я сейчас попробую. Попробуем. Ммм. Это вкусно. Ну, еще чуть-чуть он дозреет, конечно же. Он сладкий. С косточками. Обалденный. Очень вкусный. Он, видимо, такой маленький останется. Идите, иди садись. Я сейчас приду. Ммм. Да. Ну, есть же такие сорта, которые... Вот этот желтый прям. Уже он тут на солнышке вызрел. Ну, есть же такие сорта, которые... Вот этот айсвайн, да, у нас есть. Они делают астрицы. Из сортов винограда, который должен замерзнуть. И тогда получается очень такой сладкий, насыщенный, как ликер. Здорово. Ммм. Ты что-то не ожидала. Ммм. Ммм. Очень вкусный. Очень-очень вкусный. Кстати, а вот из зерен... Из виноградных зерен делают... Ммм... Потом шнапс. Да. И это считается один из самых полезнейших напитков. Потому что от всех болезней. То есть он где-то тоже 47, по-моему, 45-47 градусов. И считается вообще просто, ну, как бы уникальным таким напитком. И не во всех заведениях его найдешь. Там вена. Там вена. Вена, вена, вена. Это небеса. Обыкновенная красота. Ну, вот видите, у них здесь машины. Это они собирать виноград будут скоро. Здесь можно посидеть на улице. Что-то народу сегодня мало, видимо. Больше на выходные. Ну, вот мы засели. Смотрите, какое там заведение. Очень даже симпатичное. Внутри я посмотрела, у них будет поросенок на день в этой капелле Сиси нашей императрицы. Нашей. Австрийской императрицы. Вот. Они будут... У них будет день церкви. Церковный день у них. Так называется. Кир так. Я по-другому не знаю, как это перевести. Да, церковный день. Вообще, в этот день у них такие праздничества. И они на улицах в основном продают вино, музыка, играют, все танцуют. Вот. У них будет поросеночек. Смотрите. Да. Вот это объявление. Ну, вот. Ну, здесь горы. Чем-то мне вообще это все напоминает наш Кавказ, конечно. Или Крым. Да. Троянский олень нас преследует. Так что... Мы сейчас выпьем с Анечкой венца. Еще прошлогоднего. Ну, и вот. Потом... Потому что дети там гуляют. А потом будем постепенно возвращаться. Ну, красоты необыкновенные, конечно. Необыкновенные. Все. Мы с вами прощаемся. Ань, дай мне... Сфотографируй меня чуть-чуть. Так. Вот так. Я хотела всем сказать и привет, и пока. Все. Увидимся в ближайшее время. Ча-ча. С вами была Алла из Вены. Смотрите, какие у нас виды. Еще раз наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok.